Продолжается утро в Петербурге. Ну что ж, лето заканчивается. Меньше чем через неделю школьники вернутся к учебе, и многие родители уже сейчас озаботились вопросом не только основного, но и дополнительного образования для своих детей. Какие кружки и секции в Петербурге ребенок может посещать абсолютно бесплатно? И как в них записаться, нам расскажет Ирина Викторовна Журавлева, начальник отдела воспитательной работы и дополнительного образования Комитета по образованию Санкт-Петербурга. Ирина Викторовна, рад вас приветствовать. Доброе утро. Доброе утро. Где можно узнать информацию о наличии бесплатных кружков и секций? Ну, конечно, это навигатор дополнительного образования Санкт-Петербурга. Мы уже неоднократно обсуждали этот вопрос, говорили про то, что такой навигатор существует. Существует он на портале Петербургское образование. Вы можете набрать возраст, станцию метро, кружок, который вы хотите. И навигатор вам расскажет, где, сколько, с какого возраста можно записать ребенка на бюджетные кружки. Вот эти бюджетные кружки, секции, они сейчас все сферы охватывают развитие? Да, все шесть направлений дополнительного образования. И они не только есть в учреждениях доп. образования, но и в школах, в отделениях доп. образования. А что нужно для поступления? Это какие-то пройти творческие туры, собеседования, тесты, к примеру? Все зависит от того, куда вы хотите записать своего ребеночка. Например, если вы хотите, чтобы ваш ребеночек занимался на фортепиано, все-таки, наверное, немножечко надо прослушаться, на каком уровне мы берем ребенка. Если вы хотите, чтобы он занимался в школе Олимпийского резерва, он тоже должен иметь определенные навыки. А если вы хотите, чтобы он научился рисовать, научился плести, научился элементарным навыкам на компьютере, то чаще всего никаких испытаний не предусмотрено, он просто приходит, его могут опросить, чтобы определить уровень, в какую группу ему необходимо прийти. Сегодня какие направления, какие дисциплины наиболее востребованы? Куда просто все вот бегут? Знаете, очень неоднозначный вопрос, потому что это зависит от возраста. Конечно, родители младших детей – это художественное творчество, это спорт, чтобы дети могли развиваться. Средние – это уже IT-технологии, это техническое творчество, также спорт, спорт – он на всех стадиях. И старшие, более наукоемкие программы – это, естественно, научные, это подготовка уже к каким-то дисциплинам, вузам, да, это медицинские специальности, они такие есть, языковые, правовые. Поэтому здесь все зависит от возраста ребенка. У нас есть такая статистика, действительно, очень интересная. Но художественное творчество преобладает пока везде. Ну, это, кстати, не может не радовать. Мы уже, в принципе, сказали, что сегодня одно из популярнейших направлений профессии – это IT-специалист. Чем может заняться ребенок, чтобы начать свое развитие именно в этом направлении? Ну, первое, что хочу сказать, не надо особо торопиться. Не надо с детского сада ребенка сажать за компьютер. Согласна. Потому что это вредно как и для глаз, так и для осанки, и для многих других проблем со здоровьем. Но если же все-таки вы решили, и ваш ребенок действительно тянется, вы хотите, чтобы он не просто сидел в телефоне, у нас существуют сейчас IT-кубы, у нас существуют кванториумы, все они работают в школах, инфинити, около 40 таких цифровых центров именно в школах. У нас существует большой кванториум в Калининском районе, который принимает детей любых районов. Сразу хочу подчеркнуть, что место обучения вашего ребенка абсолютно не значит, что вы должны пойти именно в эту школу или в этот район. Это значит, что он там учится. А вот дополнительное образование он может получать, где вам удобно, где ему удобно и где ему интересно. У нас разрабатывается сейчас программа, несмотря на то, что национальный проект образования в 2024 году заканчивается, и федеральное бюджетирование тоже, принято решение на уровне региона, на уровне Санкт-Петербурга, что правительство Санкт-Петербурга будет продолжать строить инфинити и кванториумы в каждой школе и в каждом образовательном учреждении. Сразу скажу, что это не будет в один год, это будет постепенно, но такое обновление материально-технической базы будет практически во всех школах, оно уже начато в очень больших объемах. Удивительная возможность, конечно, бесплатно заниматься любимым делом, посещать кружки. А вот нужно ли будет ученикам, их родителям приобретать какой-то инвентарь, например, ракетки для настольного тенниса, краски, если там бумагу, расходные какие-то материалы? Все по-разному, все индивидуально, все надо уточнять у педагога, к которому вы записываетесь, потому что мы с вами понимаем, что, например, индивидуальное оборудование, если ребенок идет в туристическую секцию, ему предоставят карабины, веревки, рюкзаки, но индивидуальное что-то, что нужно ему лично... Спальные мешки больше нужно будет купить. Ну, не всегда. Спальные мешки тоже выдаются периодически, но надо это учитывать. То есть минимальная какая-то и даже материальная база есть? Не везде надо вообще платить. Есть кружки и секции, где полностью заложена вся база, которая нужна. Но мы понимаем, что если родитель хочет, чтобы его ребенок рисовал не акварелью, а специфическими красками, то, естественно, это право родителя, и мы его только будем поддерживать. Но обращаю ваше внимание, что это все делается только на добровольном согласии родителей, и ни в коем случае мы не заставляем, это не является приоритетом. Ну, то есть я имею в виду, что если там возможности нет, то минимальная какая-то база во всех этих кружках есть. Да, минимальная есть. Ирина Викторовна, не могу не спросить такой вопрос. Вот есть ли какое-то ограничение по записи в кружке? Допустим, я хочу и на шахматы, и на плач, и на танцы. Каждый день хочу по три входить. На здоровье. То есть вообще никакого ограничения. Рекурт подачи заявлений на кружки в городской дворец творчества юных 129 кружков. Это от одного человека? Да, она потом смогла выбрать, конечно, но рекорд у нас такой установлен два года назад. Ребенка жалко только в этой ситуации. Мама молодец, мама молодец. Какие сроки записи, когда комплектуются группы, можно ли к ним примкнуть, скажем, в середине года или учебного процесса? В этом году мы сделали максимально большой диапазон записи. Мы начали в июне месяце, и ряд кружков и секций уже набраны, но это не значит, что у вас все потеряно. 15 августа стартовал основной набор. На первый год обучения он продолжится до 10 сентября. Но если будут еще места, соответственно, можно и позже. А по поводу записаться, да. Действительно, если освобождается место ребенка, даже иногда приглашают, звонят, что вы подавали заявочку, место освободилось. Единственное условие, что он должен будет немножечко постараться и нагнать всех остальных, потому что мы же понимаем, что доп. образование – это тоже образование. То есть стоит поторопиться, да, и именно сейчас внимание свое стремить на вот это. Да, только я хочу сказать родителям, уважаемые родители, госуслуги, навигатор доп. образования и личный прием – три варианта. Поэтому если где-то что-то не получилось, не надо расстраиваться, надо просто применить другой вариант. Потому что в этом году очень радует, что меньше звонков, родители уже привыкли записывать своих детей тремя вариантами. Ну, очень удобный сайт, действительно. Он максимально функциональный и дает такую возможность. Спасибо вам большое. Ирина Викторовна Журавлева, начальник отдела воспитательной работы дополнительного образования Комитета по образованию Санкт-Петербурга.